Здравствуйте, дорогие телезрители и мои подписчики на канале YouTube Голова Садовая. Сегодня модный показ, и вы при этом будете присутствовать. Ну и участники нашего модного показа, это то, что мы посеяли 30 декабря. У нас были съемки перед Новым годом, и мы сеяли баклажаны и перцы для того, чтобы вы не опоздали с посевом. Ни 11 января, ни 18, 19, 20, 21, 22 января. Больше у вас времени не будет с 18-22, поторопитесь, пожалуйста. Эти культуры должны быть высеяны. Но кроме перцев и баклажан, здесь есть еще один контейнер, в котором посеяна земляника. Да, это достаточно противная культура, жалко обижать, поглажу горшок. Она немножко сложная, что ли, для вас, потому что и земля не столько насыпана, и какой-то там пленка с какой-то перфорацией. И трогать нельзя, и двигать нельзя, и поворачивать нельзя, открывать нельзя. Вот с ней, да, немножко сложно. Ну, потерпите, в горшке, где перцы и баклажаны, было посеяно по, значит, 13 семечек. Вот это баклажаны, их даже по листикам можно отличить, они не блестящие. Это перцы. Здесь было 13 семечек, а взошло раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, и один инвалид, который никак не может разложить семидольные свои листики. Он явно отстает в росте, и, естественно, ухаживать за ним не надо. Вот даже в такой стадии нужно поступить вот так. Из него ничего хорошего не вырастет. И не надо горько сожалеть о том, что такие несчастные растения как бы жалко. Ну, огорода не хватит, если высаживать и их тоже. Значит, здесь, в отличие от перцев, баклажанов зашли несколько лучше. Их 11 штук. Из 13 это очень хороший результат. Причем, значит, на горячую почву разложенные семена, прикрытые сверху 2 сантиметра, а потом придавленные, ну, сдавленные в сантиметр-полтора. Эта почва больше не политые, но убранные к батарее, где температура очень высокая. И там температура, я мерила, значит, где-то порядка 30-32 градусов. Они взошли, баклажаны на третьи сутки, а перцы на пятые сутки. Вот чуете разницу, да? А если бы мы их оставили на подоконнике всходить, да я не знаю, на 15-е они бы взошли. Вот смотрите, 30 декабря посев, сегодня 12 января у нас идут съемки. Уже 2 недели, уже 14 практически дней, а они еще первый настоящий листок не выпустили. Стоят они под лампой. Они не просто на окне, там в три яруса у меня окно. Нет, они стоят все время под лампой. И пока я не вижу никаких подвижек. Вот едва-едва у некоторых вот только серединка раздвинулась и начинает появляться настоящий лист. Когда появится первый настоящий лист у этих растений, это будет называться полные всходы. И наши производители семян и фасовщики, они нам пишут всегда, плодоношение, значит, там не так, 100-110 дней от полных всходов до начала плодоношения. То есть до первого горошка цветка. Я вам это уже говорила, а вы меня никак слушать не хотите. Значит, надо прибавлять такое количество дней для того, чтобы этот перец заплодоносил. Мама дорогая. Поэтому я убеждена, что посев перцев и баклажан в середине января – это самый лучший посев в мире. Ну, мы на этом остановимся с перцами. И я хочу показать вам вот этот контейнер. Здесь земляника Рюгин. Это, ну, считается мелкоплодных. А такие якоды у нее очень приличненькие такие. Она очень душистая, очень сладкая. И обратите внимание, значит, кто взошел раньше, уже раскрыл семидольные листочки. Они у нее кругленькие. Ну, да, они на волосинки похожи. Я не могу открыть. Вот, понимаете, оператор говорит, надо. А я не могу. А ему не видно камерой, бликует пленка. Посмотрите, теперь видно. Вот эти четыре уже откладывают семидольки. Но тут есть еще всходики, которые только появляются. А почему? Да потому что земляника имеет такую особенность – всходить 30 дней. Понимаете? Вот если 30 дней, то количество, которое за 30 дней не взойдет, которое мы посеяли, значит, уже ждать нечего. Но мы будем ждать, когда у этой ягодки появится первый настоящий листочек, а он будет выглядеть, как такая красивенькая звездочка. А что со всей этой красотой делать дальше, мы обязательно вам расскажем в следующих наших программах. До свидания и всего доброго вам.